Поехали. Снова здравствуйте. Ты помнишь, я с тобой снимаю сериал до последнего? Я сейчас в Facebook специально зайду, посмотрю, что вы там наснимаете, чтобы я там не выглядела в роли. Так, хорошо, хорошо. Наташа, знаешь, ты все рассказывала, а ты мне рассказала, как ты с Сашей познакомил. Быстроко рассказывай. Как я познакомилась? Ага, где вы посмотрите? Как ты вообще? Ты же не наркономка? Так, глаза смотри. Нет. И не алкоголичка же. Не, ну пробовала. Ну пробовала. Пивко пила, конечно. Пивко пила, да, лет с усыки? Пятнадцать. А старший же наркоман, да? Да, был. Был наркоман, сколько? Старший? Какой-нибудь сухотины, знаю. Ну взрослый старший. Ну так себе. Ну взрослый старший, ну как не знаешь. А ты с ним познакомилась, ну еще был наркоман или уже все равно? Не, он уже был трезвенник. А? Трезвенник и вел здоровую жизнь. Он же вел здоровую жизнь. Он уже начинал борьбу. Тебе как бы процесс, ты не увидела вот этого всего кайфа, жизнь у старшего? Нет, нет, я слава Богу, у меня это миновало, я это... Ты этот кайф как бы не ощутила? Нет, нет. И родители, что тебя слава Богу, и брат у тебя слава Богу. Да, 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 но у нас даже никто не курит себе. Ни папа, ни брат, ни женщина. Вам вообще уникальная семья такая. Так что, скажем, говорить... Как ты с ним познакомилась? Значит, я торговала косметиками в центральном рынке. Ну ты... Вот, да, подбирала помады, лаки для локтей. Ты торговала или покупать, купить хотела? Нет, я торговала. Я была реализатором. И получается, Саша знал тогда мою хозяйку, которая стала моей подругой. До сих пор мы еще дружим. И они нас, в принципе, она нас познакомила. Он тогда приехал с Москвы с практики, с семинарией. Вот, и он весь такой был, у него все, что был рюкзак зеленого цвета. Он до сих пор у нас дома где-то лежит. Половина рюкзака, книг, каких-то там кассет профилактических. Про наркоманов? Ну и это тоже. Ну, за здоровый образ жизни. То есть такие вот реакции были. Значит, кружечка, ножичек, вилочка. Джентльвинский набор. Это все его состояние. Пару этих, пар носков там. Это все его, это вот, преданное, да? Вот. Ну, то, что мне понравилось с ним, это огонь в глаза. Это желание, в принципе, бороться со злом, да. Помогают людям. В принципе, вот это мне, как говорится... Ну, ты еще в церковь тогда не ходила. Ходила. Ты уже тоже ходила. Ходила, да. Ну, вот это и цепануло меня, как говорят. Зацепило. Зацепило меня. И мне просто захотелось вместе с ним, а-ля, идем и помогаем вперед. Поднимаем людей. Вы помните своего самого первого посетителя? Не посетителя, а воспитанника. Первая была девочка, кстати. Первая самая. Киевлянка. Значит, винтовичка. Которая была 17 лет. Которая терроризировала свою маму так, что... Ну, это было страшно, конечно. Но, к сожалению, кстати, вот мы первой этой девочке... Мы ее не привели в чувство. Она пробыла у нас месяц. И приехала к ней мама проведать ее. В общем, она... Хотя при нас она вела себя нормально, все. То есть какие-то там где-то... Были видны какие-то изменения. Ну, как только она увидела свою маму, объект, как говорится, из которого можно получить деньги, она как села на нее, там начала говорить, что она и беременна, и все. То есть... И уехала, да? И уехала, да. Но потом мы ее как-то встречали. Она вроде как время от времени переставала, а потом снова в эту гадость увлекалась этой гадостью. Был потом у нас второй парень, к сожалению, уже покойный. У него был ВИЧ. Уже сейчас, по-моему, уже около двух лет как нет, живых. Что, одного человека или по одному человеку у вас было? Ну, а вы что думали, что сразу к нам 10 заехали? Мы начинали с одного. Как мы писали эту методику работы с наркозависимой? Что вы сами написали? Ну, а где мы ее взяли? Мы посмотрели, там, как те, как те. Мы узнавали, мы там. Но в основном все это было. Вот на личностном... В разгул, что ты мне подарила, это... Это выстраданное, написанное, но вы как думали? Это же не из интернета выскаченное. А что я знаю, может, из интернета? Нет, сами. Сами нам помогал Александр Иванович Полищук. Это, как говорится, заместитель председателя Трудового Союза. Это докторская диссертация там целая? Ну, сейчас Паша защищает диплом по этой теме. Именно по этой теме, да? Да, социальная реабилитация наркозависимых личностей. Ну, у нас... 29-го, да, защита будет диплома. В нашем... В Сухомлинске. В Сухомлинске. В Сухомлинске. Да, вот с этой... Ты до сих пор... Ну, не ночует мой муж, конечно, есть старшие, которые с ними ночуют из их числа. Вот. Но до позднего вечера мы там сидим. Это кропотливый труд, это общение лично с человеком. И здесь, знаете, мы люди, мы чувствуем, правильно, как к тебе относится. Мы чувствуем, как к тебе человек... Что за мальчик у тебя, вот этот молоденький, совершенно, лет 17, ну да, лет 16? А, да-да-да, Женя. Ну, в принципе, это какая ситуация с ним? Значит, там есть умственное отклонение, то есть там, в принципе, как оно наследственное там. И у матери немножечко есть, и у него, вот он, Жедневого района, получается, в нашей области. Но слезно мама просила, потому что там и в школе, то есть его тут же исключили из школы. Он сильно врет, то есть врет, знаешь, как сам себя загоняет этой ложью. Врет, маме там ножичком угрожал, чтобы деньги ему давала. То есть, ну, очень проблемный мальчик. То есть, и, ну, где-то мы берем лозы, мама говорит, если надо. Так вы ему доверили все ваше имущество, самое главное, корову. Он же у вас корову пастет, и вы что, не боитесь, что он никуда-нибудь... Они пастут по двое человеку. А, двое, да. То есть, Женя, и с ним еще парень, и то есть вот такого мана. Так что, если шел, лозы, ну и так. Ты что соврал-то? Ты что там... Это что, а я к тебе посылал, знаешь, ну я скажу, что человек пять я тебе посылал, вот таких бомжей. Денег не давал, не доходили, не доходили, не доходили, не доходили, да. И вот если... Петер, у нас, помните, у нас была семья бомжей, помните? Да. Ну, как семья, там, сожители, да? Угу. Ну, значит, вот как только зима холодна, они где-то просятся, чтобы их приучили, чтобы они там не умерли, тем более эта зима была холодной. Вот, потом, как только солнышко пригрело, как только можно где-то прилечь на травку, на картонку, сразу у них все, мандры начинают. И, честно говоря, они не хотят работать. Это люди ленивые, это их образ жизни, это уже менталитет какой-то у них определенный. То есть, вот на зиму они начинают там у себя строить, как говорится, послушных. А вот только вот потеплело, и они снова на рынке, кстати, на Южной, на ЮДЗ, там, возле мусорных баков, спят. Так что ни один так и не дошел, да? Нет, ни один не дошел. Потому что они понимают, что там есть программа, что там есть старшие, что там нужно что-то делать своими руками. Тебе просто так пайку хлеба и, как говорится, тарелку супа никто наливать не будет. То есть, ты должен хотя бы взять веник в руки и хоть что-то подмести, хоть что-то сделать. Ну, правильно? Да нет, ну, однозначно. Ты знаешь, сколько за погружье стоит? Помнишь, я тебе привозил на экскурсию одного мальчика, не будем говорить его имя. Помнишь, да? Мама там ему икры привезла, красные. Так, слушай, 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 они же после тебя, потому что он от тебя убежал, или его мама забрал, я этого не помню, или он убежал. Нет, он говорит, я уже все хорошо, я все понял, жизнь. Через сколько, два дня, там, через неделю, да? Да, два дня посидел, и только как он сидел, знаете. А ты расскажи, как он сидел, только имя не говорится, не надо. Да зачем, я ей не могу. Она не говорила, как он сидел, сидели. Ну, как сидел, видишь, ему вот эта куча торп, гостинцев. Мама, мама, мы, я бы ему дал гостинцев, это мама его. Гостинцев ему туда, то есть, ну, и он же весь расспорцованный. Ну, да, такой расспорцованный. И, ну, шоу, там толком, просто там у человека не было желания, действительно. И самое главное, это много желаний. Конечно, если у человека нет желания, извините, мы нечем поможем. Вот этот парень, спортсмен у тебя, который из Москвы, у него желание сильное, да? Я помню. Какое, какое? Ну, он с Кривого Рога был в Москве, я же забыл, как его зовут. Мастер спорта по волейболу. А, угу, он уже, кстати, в сентябре у нас будет свадьба, он с Женей. Это Николай здесь познакомился? Да, да, наша Николаевская девочка, красивая очень пара. А кишину с ним познакомился? Ну, он ходит в церковь, Женя. А, он тоже ходит в церковь, да? Да.